Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Место не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, корвить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Вот уже много лет я изучаю И лечу собак, кошек и других зверей А теперь рассказываю тебе о них полезные истории Давай-ка сегодня поговорим о самой известной нашей породе кошек Ты наверняка тысячу раз слышал, как она называется Это здоровые, очень крепкие коты С сильным, неустрашимым характером В роскошной шубе, да еще на теплой подкладке Как мы зовем таких кошек? Ну, конечно, сибирскими Ты будешь удивлен, но самую популярную И едва ли не самую распространенную в России породу На международном уровне признали совсем недавно Да что там на международном? На родине ее официально зарегистрировали только 20 лет назад Как это могло произойти? Давай разбираться! Вообще-то это очень большой и малоизученный вопрос Когда первые кошки появились на Руси? Достоверно известно, что как диковинка В богатых домах кошка стала появляться на Руси Только после принятия христианства То есть тысячу лет назад Но тогда бедные люди и помыслить о такой роскоши не смели Диковинных зверей заводили только князья и очень богатые купцы А вот лет 400 назад Мурки и барсики уже переселились в избы Люди сразу же полюбили этих милых и ласковых животных К тому же они ловили мышей А значит, сохраняли зерно в амбарах По древним законам за кражу четвероногого мыши лова Наказывали строже, чем за кражу коровы Особенно ценились кошки трех цветов Именно кошки, поскольку коты таковыми почти никогда не бывают Только двухцветные Так вот, считалось, что трехцветные кошки Приносят всем обитателям дома счастье и удачу Лет 150 назад началось массовое освоение Сибири и Дальнего Востока Целые деревни сгоняли со своих земель и везли в тайгу Где крестьяне вырубали деревья Строили новые избы, распахивали землю, обустраивались Ну и, конечно же, люди везли с собой на чужбину животных Лошадей, коров, коз, кур, собак и кошек Надо тебе сказать, что чем холоднее климат Тем длиннее и теплее вырастает шерсть на теле у всех зверей К тому же, видимо, привезенные переселенцами домашние кошки Иной раз скрещивались с дикими лесными котами Вот откуда крепкий костяк, длинные клыки и гордый нрав сибиряков Уже в 20 веке всех лохматых и крупных кошек стали называть сибирскими А окрас у них самый, что ни на есть, разный Тигровый, серый, даже рыжий Но вот это какая штука Порода-то сибирской Как таковой еще не было Ее надо было описать, сформировать То есть отобрать по всей стране самых лучших котов И кошек это называется производителей Потом среди их потомков выбрать самых достойных Которые соответствуют строгим требованиям И так до тех пор, пока у производителей будут рождаться только хорошие котята Со всеми достоинствами, присущими именно этой породе Как ты понимаешь, подобная работа, она называется племенная от слова племя, то есть поколение Требует огромного терпения и очень глубоких научных знаний Всеми этими качествами обладали наши русские кошководы по научному фелинологи от слова феликс, кошка И миру явили новую породу Кошка сибирская Кстати, среди создателей ее было немало споров по поводу названия Некоторые предлагали другие варианты Например, московская длинношерстная Пушистые, сильные, смелые коты мгновенно завоевали весь мир Не прошло и нескольких лет, как сибиряки разъехались по разным странам Их питомники и клубы появились в Америке, Европе, даже в Австралии И, конечно же, сибирскую породу признали международные фелинологические организации Хотя, знаешь, как смешно получилось? Когда на первые иностранные выставки привезли наших сибирских котов То судьи очень удивились, что не знают такую породу И одних сибиряков записали как норвежских лесных кошек, других как боленизийских Ну, теперь-то их уже ни с кем больше не путают И еще среди сибирских кошек появились любопытные животные необыкновенной красоты Очень оригинального окраса Тебе приходилось видеть сеансов? Белые или желтоватые кошки с черными лапами, хвостом и темной маской Да-да, ты уже понял, о ком я говорю Так вот, такой окрас называется Color Point Цветное пятно, дословно А теперь представь себе, что Color Point появились у сибиряков Фантастические кошки Пушистые, белые или светло-бежевые С черными, бархатными лапками и масками Их тут же оценили во всем мире и назвали Невскими маскарадными Но, дружок, Невская маскарадная кошка – это уже отдельная история Которую я тебе расскажу как-нибудь в следующий раз Так что до новой встречи и до новой истории Про кошек, про собак КОНЕЦ! КОНЕЦ! КОНЕЦ!